Привет! По многочисленным просьбам сейчас записываю видео о моих мастхэвах, наверное, и ценимых мной продуктах с iHerb, которые продаются на сайте iHerb.com. Получилось их как-то очень много, поэтому я постараюсь рассказать быстро. Извините. И пока что вот в этом видео только о том, что я покупаю снова и снова, что мне действительно нравится и чем я готова пользоваться дальше. Есть также много продуктов, которые, в общем-то, неплохие, но по тем или иным причинам я их решила больше не покупать. Либо вот они у меня куплены один раз, я ими пользуюсь сейчас, но больше покупать, скорее всего, не буду. Вот. О них я, может быть, тоже сделаю видео, но в другой раз. Итак, да, мастхэв, мастхэв, который у меня, это марка DERMAE, AHA, FLUID, знаю, видно вам название хорошо или нет. Это уже мой второй тюбик, хватает его очень надолго, но, кстати, этот почему-то расходуется у меня быстрее, не знаю, возможно, стану более толстым слоем. Да. Ну, собственно, флюид с ахакислотами, я много о них рассказывала. Если вам это также интересно, вы можете об этом почитать. Вот этот конкретно флюид наносится дважды в неделю на ночь. И просто, ну, как ночной крем, с ним высыпите. Можно сказать, что кожу он не сушит, он остается такой липкой штукой вообще-то на лице, если честно. Но я с этим никакого особого дискомфорта на ней не испытываю. Да, возможно, я его ношу слишком толстым слоем. Следующее, это полоски для пор. Полоски, в общем-то, у меня для носа. Они вот в таких вот отдельных упаковочках, ничем по виду не отличаются от Невея и прочих. Единственное, что, может быть, они немножко лучше очищают после, если их использовать после распаривания кожи, после нанесения распаривающей какой-то такой маски. Вот, ну, в общем, да, они меня устраивают. Они, да, действуют чуть-чуть лучше, чем Невея и остальные полоски для такого типа, которые я использовала, пробовала из продающихся у нас. Вот, так что это тоже. Да, еще один мой must-have must-have, это Blood Paper, салфетки для устроения жирного блеска. Вот так вот они выглядят. Bloom, я не знаю, Naturals. Это фантастика. Во-первых, у них жесткий-жесткий пластиковый контейнер, который вот так вот открывается. Здесь вот куча салфеточек таких вот тоненьких. Они прекрасно удаляют жир с кожи, при этом не слишком. Они не припудренные, просто салфетки можно использовать, насколько я помню, обе стороны. Или одну, не помню, точно. Но они действуют великолепно. При этом цена у них очень-очень-очень такая приятная. И да, в общем, это прекрасный, брат, вещь для за свою цену. Одни из лучших салфеток, пожалуй, лучшие из них были, ну вот по сравнению с ним были пупы мои салфетки. Но они были слегка припудренные. И вот из неприпудренных это мак. Вот. Ну мак, мак вообще вне конкуренции, но цена у него тоже несравнима с ним. Следующий мой must-have, это вот средство Problem Skin Treatment. Вообще-то из мужской линии. Фирма Earth Essentials. Я о нем уже тоже рассказывала. Это такой лосьон, он спрей. Я его обычно пшикаю на ватный диск, стараюсь близко подносить, и протираю им лицо. Отлично действует на проблемную мою кожу. Не сушат ее, что важно, так как здесь содержится, помимо всего прочего, помимо салициловой кислоты, также содиум гиалуронат. Что еще там? Такое must-have, must-have, что я заказывала, я, наверное, буду заказывать. Я, наконец-то, обнаружила шампуни и кондишенеры, которые мне просто в восторге. Я перепробовала много шампуней с I-Hare. От фирмы Obra Organics. Сухие шампуни. Мне, в общем-то, они все нравились, честно говоря. Они все неплохие, вполне достойные. Шампуни без SLS. Но вот это the best of the best. Это фирма Jason Natural. Oh, Jason, sorry. Giovanni. Giovanni Eco-Chic Hair Care. Видите, у меня их на просвет, вот вижу, уже осталось очень мало шампуня. Надо заказывать новые срочно. Это Wellness System Shampoo with Chinese Botanicals и Conditioner with Chinese Botanicals. Для всех типов волос. Это, вы можете также посмотреть, я постараюсь на этот раз дать ссылки на все продукты. Вы можете также посмотреть, что в них содержится, что это такое. Но вот это мой теперь будет must have, потому что это восхитительные шампуни и кондиционер. Да, следующее тоже средство для волос. Средство для придания объема волосам. Это также от фирмы Giovanni. Из серии Root 66. Это Max Volume Directional Root Lifting Spray. Видите, его у меня израсходовано совсем чуть-чуть. Хотя я пользуюсь им, наверное, уже где-то месяц, даже, наверное, больше, каждый день. После мытья головы я наношу на корни, на мокрые волосы. Просто обычно я свои волосы не сушу феном, поэтому я просто после этого ложусь спать. И на утро у меня прекрасно уложены лежащие волосы с довольно хорошим объемом. Если сушить феном, я вообще не представляю, какой объем это даст средство. У него вот такой вот распылитель необычный. Распыляет безумно тонко. Почему, наверное, такой маленький расход? Потому что распыляет очень тонко. Очень нежно. Содержит массу полезных веществ. Голова после него не чешется. Не делает волосы склеенными. В общем, это просто мега вещь. И следующая вещь из этой серии, которая мне тоже очень понравилась. Это недавно мне пришедшие. Серум. Фризбегон. Так вот это выглядит. Это силиконовые капельки. Так вот, с такой вот штуки. Ну, в общем, здесь силикон, да, для кончиков. Но тоже не слишком липкий, не склеивает волосы. И мне очень нравится. Я бы также, но должна сказать, что из этой серии, вот, Джованни и средства для укладки, не все хорошее. Ну, то есть, все хорошее, но не все вызвало мне такой восторг. И также средства для ухода. Например, вот их маска для волос у меня восторга особо не вызвала. От ДАФ мне нравилось больше. И средства для кончиков, несмываемые тоже. Ну, в общем, вот эти два средства мне понравились очень-очень-очень. Очень. Так, следующее, следующее уже отойдем от волос. Я нашла в Найхерб мой любимый крем для ног. Это вот такой вот Дип-Стип Футен для крема Кэнди Минт. Жалко, вы не сможете почувствовать запах через камеру. Пахнет мятными леденцами. Потрясающий запах, потрясающий эффект. Не слишком холодящий, но вместе с тем снимающийся тяжесть, снимающая отечность. Прекрасно смягчающий. В общем, супер вещь. Да. Следующая вещь, которую я, наверное, куплю снова, хотя он у меня еще не закончился. Это тоже от фирмы Dermoye. Это Peptides Plus Wrinkle Reverse Cream. Он с пептидами, я тоже о нем уже как-то рассказывала. Дам ссылку на все, его можно почитать, посмотреть. Вся фишка этого крема в том, что он как будто восстанавливает кожу. Я его наношу и под глаза тоже. Я его наношу не всевостоянно, а как-то курсами, когда вижу, что моя кожа стала более уставшей какой-то, более увядающей, либо сухой. Это фантастика. То есть сразу, он вообще дневной крем, я его наношу обычно на ночь. Сразу же кожа становится как будто более яркой, более, не то что более яркой, более подтянутой, более свежей, но без вот этого вот наполнения кровью, который часто вызывает алкоголь в составе, кстати говоря. И на утро даже вот я наношу на прыщики, прыщики как будто быстрее заживают. Если какие-то ранки на коже, вот сейчас у меня был насморк, вокруг носа, соответственно, какой-то ужас творился. После этого крема оно намного лучше на утро становится. Какие-то морщинки, какая-то сухость проходит, кожа становится более как будто плотной. В общем, это просто чудо, а не крем, если честно. И я пользовалась им с прошлой осенью курсами и не перестаю говорить, что это, да, прекрасная вещь. Следующая тоже прекрасная вещь для лица, это вот Kiss My Face. Это солнцезащитный крем Face & Neck SPF 30. Здесь тоже масса полезных ингредиентов. И самое главное в этом креме было то, что он не блестит на коже, не жирный, с одной стороны впитывается просто как нормальный, хороший дневной крем. Никаких проблем в течение дня с ним не испытываешь. Он увлажняет кожу хорошо, но при этом без лишней жирности, без чего-то такого. Единственное, что теперь у нее они в новой версии. У меня тут вот заказано про запас. Вот так вот это выглядит. Я их еще не пробовала, новую версию. По виду, по составу вроде все должно быть то же самое, но просто не пробовала еще. Попробую летом, весной точнее. Да, то, чем я сейчас пользуюсь, да пользуюсь, это Natural Result от Natural Gate. Салицилик Асид Экно Тритмент. Там где-то выглядит. Такая-то у меня коробочка. Что я хочу сказать. Он, в общем, неплохой, неплохой. По сравнению со всеми штуками от прыщей, которые я использовала, он очень даже хорош. И если у вас нет возможности, или вы бы хотите что-то более органическое, чем крем для Рошпузе, допустим, AI, либо у вас нет возможности использовать салициловую кислоту, допустим, где-то в поездках или где-то еще, то, да, прекрасное решение, прекрасный вариант. Заказывать его и снова я, наверное, не буду, но в памяти держать буду. Дальше мой must-have. Вот сейчас сегодня как раз начну свежую баночку. Это единственный продукт из Mischel Dermaceuticals, который я купила и даже купила второй раз. Это вот такая вот баночка Apple Brightening Cleanser. Это полный формат, это никакой не дорожный вариант. Полноформатная вполне такая вот баночка. Но это с кислотами, это фантастическая вещь. Это отличный клинзер не потому, что он там отчищает до скрипа или что-то еще. Для меня это клинзер, который действительно улучшает состояние моей кожи. И я с удовольствием пользуюсь им по утрам. Но хватает его при ежедневном использовании утром, но очень даже надолго, прилично. То есть расходы нормальные. Следующая. Это зубная паста. В таком-то новом виде. Cillewite от Now Foods. Закажу ее снова. Великолепно отбеливающе. Без какого-то... Как-то потом проблем с эмалью. Очень хорошая паста, очень хорошо очищающая, хорошо действующая на зубы. Мне очень понравилось. Следующие мастхевы это бальзамы для губ. Я теперь буду всегда покупать бальзамы... Точнее, гигиенические помады на iHerb. Потому что там огромный выбор очень хорошо действующих бальзамов. Во-первых, на лето, весну, осенью у меня всегда будет бальзам от Kiss My Face. Какой-нибудь с разными вкусами. С SPF 15. Это очень хорошие бальзамы. В отличие от большинства бальзамов с SPF, которые продаются в наших обычных магазинах сетевых. Они делают губы белыми. То есть тоже прекрасно лежат. Выберят обычно, но при этом защищают. Также прекрасный бальзам у меня был от Hugo Natural. Vanilla and Sweet Orange. Тоже такой вот. У них очень простые упаковки. Ничего сверхъестественного. Но они делают свою работу замечательно. Это прекрасно смягчающий, увлажняющий, вылечивающий бальзам. Даже лучше, чем бальзам Кремикоко с какао-маслом от Badger. Вот такой вот он, кстати. Я помните, говорила, что он большой. Вот эти вот так вот выглядят бальзамчики. Это просто гигантский. Сравними с ними. Ну, неплохой, в общем, неплохой. Но его я больше заказывать не буду. Если я буду заказывать еще бальзам без SPF, то это будет Hugo Natural. Да, и следующий мой must-have это от ECO TOO с кисточки. Кисточки у меня в таком вот ECO мешочке. Здесь прекрасные, я в ней уже говорила, кабуки, которые великолепны для минералов у меня. И еще вот такие вот кисточки. Вы тоже можете их все посмотреть. Хотя, по-моему, они очень подробно показаны на сайте. Они синтетические все, но великолепного качества. Просто качество, просто поражающее. И они очень удобные, прекрасно все наносят. И я в диком восторге от этих кисточек. Как дорожный вариант. Это вообще очень экономично. Очень великолепное соотношение цена-качество. Просто потрясающе. И также от ECO TOOS у меня был набор с кремом для ног, кремом для рук и перчатками. Перчатки тоже великолепные, хлопковые. Я их, правда, еще не пробовала, но должна сказать, что они действительно очень хорошего качества хлопок. И крем для рук, вот такой вот дорожный вариант. Неплохой крем для рук, в общем, да. Очень даже неплохой. Крем для ног мне не очень впечатлил, если честно. Но, может быть, потому что я уже знала свой идеал. Еще один must-have из косметики. Это от ECO BELLA румяна. В таком, знаете, как будто спичечном коробке. У меня оттенок ORCHID ROSE COOL. Так вот здесь вот refill, в который можно вставить любую палетку. Румяна фантастические по качеству. Они великолепно пигментированы очень сильно. Великолепно держатся весь день. Великолепно наносятся, великолепно растушевываются. В общем, это просто мега румяна. Они потрясающие. Просто потрясающие. И я вам сильно рекомендую попробовать косметику ECO BELLA. И, в частности, румяна. Больше я ничего не пробовала, но румяна великолепно. Дальше пойдут не такие прям вот must-have must-have. Но очень понравившиеся мне вещи, которые я, да, возможно, даже буду заказывать снова. Во-первых, это вот такое вот масло Hair Conditioning Coil. От Aromere. Аэровидическая. Извините, она немножко все в волосах, но, в общем-то, да. Здесь масса масел внутри. Его можно как смешивать с шампунем, так и наносить перед мытьем. Мне понравилось. Неплохо, неплохо для волос. Очень даже неплохой эффект. Для выполнения достойное масло, которое при условии, что я буду пользоваться дальше маслом для волос, не кокосовым, например, а таким вот очень даже. Потом от Queen Helen меня все спрашивают про эту маску. Как она? Маска как маска. Обычная очищающая маска с глиной, каолином. С содержимой цинк. В общем, да, неплохо, неплохо, да. Но, конечно, моя профессиональная от Кристины, да, лучше. Лучше, если честно. Но за свою цену, свое качество, в общем, очень даже неплохое. Потом вот такое вот молочко для снятия макияжа от Avalon Organics Q-Enzyme Q10. Великолепное молочко. Великолепно пахнет, великолепно очищает, ухаживает за кожей. Оно просто потрясающе. Почему я его до сих пор не израсходовала? Потому что я сейчас пользуюсь биби-кремом, предпочитаю снимать биби-кремом и гидрофильным маслом. Но это, честно говоря, продукт великолепен. Если я в те дни, когда не пользуюсь биби-кремом, я снимаю макияж именно им. Особенно удовольствует от использования запах. Кто не любит, правда, лаванду, боюсь, не очень понравится. Но мне очень нравится. Здесь на первом месте как раз лавандовая вода, по-моему. Следующая вещь, которая просто must-have должна быть дома, просто для каких-то ожогов летом, для каких-то порезов, для каких-то раздражений. Это от Джейсмак фирмы, алоэ вера 98%, увлажняющий гель. Ну, гель-кайкель, просто гель с алоэ вера. Он немножко охлаждающий, смягчающий и все такое прочее. Но для свою цену, для своего качества очень-очень неплохой. Не очень липкий, по-моему. Следующее тоже очень неплохое качество за свои деньги от Morningstar Minerals Dermabust Regenerating Spray Mist. Это неплохая альтернатива термальной воде с массой минералов, с массой разных веществ. В общем-то, она используется как минеральная вода. Просто вот так вот она выглядит. Пластиковый флакончик и все. Очень достойно, очень-очень. Следующее это полоскание для зубов Prebrush Whitening Moth Rinse. Вот так вот это выглядит. Отличная вещь. Мне очень нравится, как действует на зубы, на десны. И действительно, может быть, чуть-чуть отбеливает, но тоже, опять же, без каких-то разрушающего воздействия на зубы. Ну и последнее. Это вот Nail Stretching, Ultra Nail Stretching. Такое вот. Хорошо действует на ногти. Я о нем уже говорила. Тоже быстро впитывается. И очень достойная вещь. Из всех, что я пробовала, это самое лучшее. Вот. Это вот такой вот небольшой обзор. Небольшой. Большой обзор. Того, что мне особенно понравилось на сайте iHerb. Надеюсь, вам это было интересно и полезно. Надеюсь, кому-то это поможет. Если у вас еще остались какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте мне их. Я с удовольствием отвечу. С удовольствием сделаю, может быть, еще какое-то видео на эту тему. Постараюсь дать внизу видео ссылки на все продукты. Спасибо за то, что были со мной. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok